Баян Есентаева Я пошутил, да? На самом деле я никогда не встаю рано, я всегда встаю не раньше 12 часов утра, но поскольку я очень уважаю великолепную вашу программу, тебя лично, агентство Хабар, я проснулась сегодня вот так вот рано. Доброе утро всем! Спасибо большое, Баян. У нас сегодня достаточно много интереснейших тем для беседы, но я бы хотел начать с той темы, которая мне очень-очень близка. Я сейчас попытался вспомнить до нашей беседы, сколько лет назад мы с тобой последний раз в телевизионном кадре находились рядом. По-моему, это было достаточно давно, на одном из республиканских телеканалов, программа «Женская долька». Я как-то, то ли после твоей программы, у меня была следующая, что-то там была какая-то пересмычка. По-моему, это было крайний раз, когда мы с тобой рядом находились в телевизионном форме. Ну, в любом случае, мы встречаемся с тобой достаточно часто в жизни, а на телевидении мы с тобой встречались, да, наверное, тогда, крайний раз, это было 10 лет назад. Хорошо, так и будет раскроено тут. Нужно было еще сказать, что мы с тобой работали еще на одном канале лет 16-15 назад. Да. И именно поэтому я хотел бы нашу беседу начать с телевидения. Сколько лет назад ты уже начала заниматься именно продюсированием, вот прям по-настоящему, вплотную, потому что сейчас, помимо музыки и кино, меня радует, что ты очень много времени тратишь на производство телевизионных программ. Вообще, продюсированием впервые в жизни я начала заниматься в 2006 году, тогда родилась команда Кешью. Десять лет назад? Десять лет назад ровно. В этом году 10 лет. Круто. В этом году ровно 10 лет мы будем отмечать десятилетие команды. Это такой знаковый для меня проект, потому что я 10 лет назад вообще начала, ну, как бы, внедряться в эту профессию. Паян, а почему это? Какие-то амбиции были нереализованы или стало тесно просто в рамках своих? Скучно. Скучно, может быть. Нет, ну, мне кажется, достаточно закономерно, когда человек, ну, вырастает из каких-то штанишек и хочет дальнейшего развития. Вот Серик был тоже моим коллегой, мы были телеведущие, а сегодня он уже телевизионный продюсер, руководитель своей компании. И это даже, наверное, не амбиция, а это просто такой вот здоровый профессиональный рост. Вот. И у меня вот случилось так, что я начала свою деятельность как раз вот с музыкальной командой. Ну, а дальше все понарастающее, как я сказала, закономерно, лестница за лестницей. Что телезрителей, которые любят твои проекты музыкальные, в частности, которые идут в эфире телеканала Хабар, ожидают в 2016 году от телевизионного продюсера Баяны Сентая? Ну, то, что можно сейчас рассказать. Ну, я сейчас занята на самом деле полным метром. Мы сейчас закончили писать сценарий. И эта весна будет как раз посвящена полному метру. Мы будем снимать кинокомедию нашей компании. Вот. А по поводу телевизионного проекта, ну, пока каких-то планов не намечается. То есть нужно, если заниматься, нужно чем-то одним и плотно, и хорошо заниматься. Баян, ну, а что с музыкальной карьерой? Новый музыкальный проект Boys Band уже, насколько мы знаем. Первый, да? Первый, да? Почему именно мальчишки? Потому что всегда это были девушки, красивые. Даже в какой-то момент, я помню, были обвинения в том, что они между собой похожи, да? Да, до сих пор или нет. Да, почему мальчики вдруг? Ну, ничего не случается просто так, и у меня вообще не было в планах. Действительно, я не обманывала, и когда говорила, что нет никаких планов, и я не хочу заниматься мальчиками. Ну, случился такой великолепный проект, как Жанда Даос, и когда вот эти три мальчика, сегодня уже четыре мальчика, ну, просто меня настолько очаровали, что все 12 недель я смотрела на них и понимала, что, ну, нужно дать все-таки возможность донести до зрителя, до слушателя, и этот проект просто обязан быть на большой сцене. Ну, пока это мои ощущения, мое восприятие, да, этого бойсбенда, а как оценит это все зритель и слушатель? Ну, у них уже сегодня есть и фан-клубы, и поклонники. Но я думаю, что все-таки не ошиблась. Мне кажется, у мальчишек большое будущее, причем я бы, наверное, ты знаешь, это что-то материнское сейчас прозвучало, мальчики, но мне кажется, молодые такие, вполне такие уже мужчины, да? То есть, потому что все-таки в бойсбенде должна быть определенная брутальность, на мой взгляд. Ну, я действительно немного поменяла и свое отношение даже к жизни после их появления, и свое отношение к проекту, потому что работать с мальчиками, ну, или, как ты сказала, мужчинами, это совершенно что-то иное. А почему изначально не хотели работать? Я не знаю, я не знаю. Мне казалось, что я так чувствую женщину, все мои программы на телевидении были посвящены женщинам, я столько раз встречалась с психологами, говорила о женской психологии, и я действительно, когда я вижу девочку, скажем так, Золушку, я уже точно знаю, какая из нее будет принцесса, и сколько принцесс сейчас, так сказать, выращено, они действительно дивами становятся, принцессами, и я их действительно вижу, вот картинка, до и после. А вот с мальчишками как-то все иначе. Я пока не знаю, что будет вообще, как из Золушки сделать принцессу, я знаю. А как у мальчиков эта информация происходит, я не знаю. Есть ли у нас такая архетипичная история Робин-Гуда? Есть ли такая история, да. Из пастушка сделать принца, да? Может быть. В таком случае я представляю, как повезло вашим дочерям две девочки, да, как вы говорите, из которых вы можете слепить все, что угодно, отталкиваясь от того, что им близко. Какое будущее вы им прочите, тем более, что вот младшая всерьез увлекается кулинарией. Как вы поддерживаете это ее увлечение? Или, может быть, вы уже видите будущее старшей, младшей? Нет, я ничего не хочу там визуализировать, да, в этом смысле. И, может быть, именно по отношению к детям у меня совершенно другое отношение. Если здесь у меня четкий контракт, да, я знаю, что с этим надо делать, в какие сроки, сколько это стоит, то к детям однозначная любовь. И сейчас моя дочь приехала на каникулы, у нее Крисмас, да, и я наблюдаю ее изменения. Как она поменялась? То есть ребенок, который всегда ходил хмурый, теперь говорит, мамочка, доброе утро. Мамочка, как ты? Мама, я тебя обожаю. Мама, как я дорожу нашей семьей? Мама, то есть она повзрослела, она стала другой, она уехала в чужую страну, в далекую, и ее психология поменялась. Но я всегда этого хотела, чтобы мои дети, зная свои корни, свой язык, свои традиции, но чтобы они были людьми мира, чтобы они в любой стране мира чувствовали себя свободными людьми. И, конечно, я готовила именно к этому, чтобы они получали знания, лучшие знания. А мой второй ребенок, моя дочь, она, конечно, очень интересная. Вообще, я иногда жалею, почему они плохо поют. Наверное, тогда это была бы бомба, и я бы не разочаровывалась, скажем так, как вот меня жизнь иногда бьет в этом смысле. И я говорю, ну почему вы не поете? Я же так хорошо делаю, я же так бы хорошо вас спродюсировала. Ну вот, старшая дочь журналиста, вторая дочь хочет быть... Ну, где-то рядом. Хочет изобрести пирожное, которое будет конкурировать с Наполеоном, или с чизкейком, или с тирамису, и хочет назвать пирожное своим именем. То есть у нее такие мечты. Конечно, я поддерживаю ее это хобби, и я бы уже не назвала это хобби, потому что она уже профессиональный кулинар, она не любит, когда ее называют пекарем. Она уже работает давным-давно со сложнейшими, я вот теперь знаю слова, мастика, корица, сливки той жирности или молоко не той жирности и так далее. Поэтому сейчас она изучает французский язык, потому что... Ну, да, в кейках без французского. Потому что она хочет учиться в Париже, и лучшие кулинары заканчивают, кондитеры заканчивают университет, оказывается, университет в Париже. Прямо университет? Университет. Обалдеть. Университет. Фантастика. Вот, готовлю ее туда, пока не поменяла своего решения. Начала петь в 9, ей уже 12. Три года занимается этим уже вплотную и серьезно. Знаешь, ты плавно подошла к завершению нашей беседы, которая по традиции в программе «Жена Кун» с нашими гостями заканчивается пожеланиями телезрителям. Тем более сейчас начало очередного года, когда можно строить план. Я хочу передать привет всем зрителям телеканала «Хабар» и всех, кто нас сейчас смотрит, нас таких красивых, позитивных. Я хочу настроить, чтобы этот год был светлым, добрым. Я хочу, чтобы мы научились поддерживать друг друга в тяжелую минуту, чтобы это было всегда от души, от сердца, радоваться друг за друга, радоваться за успехи. Немного, мне кажется, что люди немного потеряли духовность. Поэтому я бы, наверное, вот этого пожелала. Вот за этой гонкой, за этими проблемами мы забыли о том, что надо любить ребенка, что нужно любить своего мужа, что нужно ценить то, что у тебя есть. Поэтому я от всей души желаю именно сердца и души. Спасибо большое. Спасибо огромное, Баян. Хорошего, сердечного дня. Сегодня в студии программы «Жанна Кун» была Баяна Сентаева. Мы прощаемся с нашими телеканами? Конечно. И желаем вам всего самого сказочного. И верить в свой успех точно так же, как Баян. И успешного 2016 года. Старый Новый год же. Все, теперь уже точно вперед. И всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok